Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня у нас с вами урок по роботам. На этом уроке мы с вами продолжим собирать нашего робота от компании Roboblock. Именно этого робота мы с вами соберем для того, чтобы потом написать для него программу на Python, на C++, либо на Scratch. Итак, давайте приступим. Итак, вот он наш робот, который мы с вами сейчас будем собирать. Конечно, давайте вскроем упаковку. Ну, сдвигаем эту упаковочку. Видим классную стильную картинку. Ну и, конечно, давайте быстренько его соберем. Так, в этот раз уже будет у нас с вами более интересно. Это сюда. Вытаскиваем все запчасти. Двигатели. Колеса. Так. Наш весь металл. Нашу упаковку. И, конечно же, наши запчасти. Так, смотрим на наши запчасти. Отлично. Вот они, запчасти. Давайте вытащим наши контроллеры, наши сенсоры. Так, супер. Ну и вытащим все отсюда. Так, что у нас с вами здесь есть? Отвертки. Включим. Так. Место для наших батареек. Это мы с вами, конечно же, будем все использовать. Так. Отлично. Вот он, весь набор всех инструментов. Давайте сразу достанем отвертку. Так. И теперь, конечно, будем следовать инструкциям по сборке. Итак, смотрим, что внутри коробки. Это мы с вами уже видели. Давайте уже будем собирать этого классного робота для того, чтобы его уже наконец-то программировать. Вот так он будет выглядеть. Отлично. Давайте мы с вами его построим. Итак, смотрим. Первая часть. Положим это куда-то сюда. И будем смотреть. Итак, как собрать робота. Начинаем с сенсоров. Берем сенсоры. Так. И прикручиваем к нашему металлу. Вот к такому. Вот сюда. Так. Располагаем именно вот так вот. И закручиваем. Отлично. Вот они наши болты. Вскрываем упаковочку. И теперь аккуратненько собираем первую часть. Так. Смотрите, как удобно. Резьба уже здесь присутствует. Нам нужно только закрутить. Смотрите, резьба уже есть. Нам нужно только закрутить. Красота. Так. Отлично. Первая часть готова. Вот она так выглядит. Теперь собираем следующую часть. Кладем сюда. Вот так, наверное, поставим. Так. Смотрим второй этап. Второй этап. Второй. Берем такую площадку. Вот она, площадка. Смотрите. Наш вот этот сенсор для следования за линией. И закрепляем вот таким образом. Вот он собрался. Проверяем. Отлично. Готов. Следующая запчасть готова. Так. Теперь. Третий пункт. Мы с вами должны взять нашу коробку. Вот она она. Для колес. И прицепить сюда наши первые сенсоры. Причем мы с вами должны прицепить их вот таким образом все несколько штук. То есть первое. Смотрим. Это задняя часть. Вот она она. Располагаем именно так вот. Потом. У нас с вами идут наши сенсоры. Вот они они. Сенсоры. Которые будут. Смотрите. С помощью вот таких вот. С помощью вот такой вот передней части. Закрепляться. Вот так вот. Так. Смотрим. Вот такая рожа получается. И. Давайте это выставим по центру. Смотрим дальше. Так. И снизу еще идет вот этот сенсор. Вот в эту обратную сторону. Вот так вот. Отлично. Теперь надо посмотреть, где у нас с вами будут шурупчики. Дальше. Понятно. Мы должны были сдвинуть немножко. вот эту верхнюю часть немножко сдвинуть должны ну давайте так и сделаем и эти теперь затянем 1 и 2 так смотрим первая часть у нас с вами вот так вот собралась давайте смотреть дальше уже на что-то похоже смотрим 4 вариант мы с вами должны подсоединиться сюда проводом так провод у нас с вами есть вот он берем наш провод и так берем пока что короткий провод подсоединяем сюда так смотрим вот такой бокс надо установить так собираем такой бокс раз сюда будет у нас с вами заезжать управляющую часть берем верхнюю часть устанавливаем вот так вот так здесь нам необходимо снять упаковочку конечно здесь мы с вами будем использовать длинные болты это маленький а эти как раз подойдут смотрите по размеру пятерку вот пятерочка написано так скрываем берем эти длинные болты и конечно же их сюда вставляем по нашу платформу так и сделаем давайте так наш кабель двигаем и ищем способ прикрутить нашу систему сюда раз два три четыре первый пошел второй пошел так смотрим в край да в край именно в край так и делаем так отлично собрали вот так уже и теперь мы должны соединиться с первым нашим входом с номером 3 точнее проверяем хватает ли нам длины как раз хватает длины чтобы соединиться именно с этим входом так и делаем такая в третий вход отлично так смотрим вот так у нас уже выглядит наш робот смотрим мы с вами соединились теперь мы должны с вами собрать дальше дальше так смотрим дальше дальше мы с вами должны перевернуть и прицепить наши двигатели наши двигатели используя 7 набор так переворачиваем и сюда будем цеплять двигателем двигатели у нас с вами потом идут ниже так первый двигатель давайте от двигателей вот это отсоединим то есть мы перевернули положили так дальше берем двигатель ставим смотрим он должен вот так поставиться зафиксироваться и вот так за закрепиться да давайте так и сделаем вот видите вот так вот так и теперь нам необходимо сюда закрутить так берем вот эти уже болты и используем для этого обратите внимание что здесь еще у нас с вами используются эти гайки так и то же самое делаем со вторым конечно это мы можем сюда направить на м2 а это на м1 так смотрим они у нас с вами не подписаны поэтому также устанавливаем также берем наши болты отлично и теперь мы можем с вами подсоединить да так смотрим подсоединяем сюда и уже наши двигатели будут подсоединены так м1 сюда отлично мы с вами подсоединили наш двигателем так теперь наш бокс можем сразу спрятать пока что батарейки не будем ставить прячем сюда и подсоединяемся вот так вот так отлично смотрим дальше что нам нужно делать дальше так смотрите мы с вами должны закрепить вот эту часть вот она она вот сюда в нижнюю часть вот сюда сзади давайте так и сделаем с море внимательно двумя болтами прицепляем ее вот сюда первый второй так отлично мы с вами прикрепили наше колесо еще одну вот это смотрим что дальше делаем теперь мы с вами должны прикрепить наши боковые крылья вот эти вот крылья слева и справа вот так должно выглядеть вот так должно выглядеть поэтому эта вещь должна прицепиться смотрим где она должна прицепиться где-то здесь вот у нее есть нарезки смотрите подсказка небольшая вот здесь вот надо ее прицепить так и сделаем отлично то же самое делаем с этой стороны берем наш крыло и цепляем сюда берем наш болтик ставим сюда вот такой робот уже с крыльями теперь давайте смотреть дальше чем мы дальше с вами делаем по нашей инструкции смотрим внимательно мы с вами должны поставить батарейки пока что мы их ставить не будем поставим это отдельно потом вставляем нашу коробочку мы это с вами вставили подсоединяем ее видите да так и и подсоединяем после этого наши колеса наши двигатели так смотрим теперь можем установить колеса наши их конечно притянуть давайте так и сделаем берем колесо ставим сюда первое колесо так теперь мы должны с вами его прицепить берем вот эти шурупы так прицепили первое колесо то же самое дело со вторым так здесь немножко затянем отлично колеса прицепили так ну уже интересно так смотрим дальше что нам еще нужно сделать так подсоединить еще один кабель вот сюда вот смотрите 2 в какую из них так смотрим подсоединяем его в крайнюю во вторую подсоединяем и ведем его вот сюда вот смотрите вот в нижнюю часть вот так вот действует он прячется у нас вот спрятался так так вот такой робот у нас с вами собрался дать посмотрим что еще нам нужно сделать итак отлично мы с вами собрали нашего робота вот он наш робот который теперь готов выполнять наши команды итак робот собран смотрите теперь он готов выполнять наши команды классно а мы с вами можем конечно же приступить к написанию нашего кода будем использовать юсб кабель для того чтобы его уже запрограммировать дальше конечно нам нужно скачать приложение и с помощью этого приложения уже будем писать наш код круто конечно есть пакет расширения который позволяет делать дополнительные виды наших роботов пока что мы это рассмотреть не будем а теперь подготовимся к тому чтобы уже работать с нашим приложением классно мне нравится python c++ scratch и он будет выполнять наши команды ну протестим и итак мы с вами собрали вот такого классного робота теперь научиться программировать намного легче потому что мы можем используя этого робота и специальное приложение теперь писать программы на языке python c++ scratch для того чтобы учиться программировать с помощью вот этого робота очень классно на следующем уроке я вам покажу как мы будем с вами писать нашу программу на скретче либо на python для нашего робота и конечно он будет ее выполнять и двигаться так как мы ему скажем спасибо за внимание увидимся на следующем уроке